Ну, тут я обрисовал немножечко, какой должна быть рыбина у меня. Тут будет выступ для фигурки. Так, хвост. Ну, я стараюсь сейчас особо ничего не разрисовывать, потому что мы будем делать объем сейчас. То есть возьмем клеящий карандаш. Ну и ту технологию, которую мы уже опробовали, я опробовал. То есть обклеиваем сначала, делаем объем из алюминия, фольги. Потом сверху делаем глину, которая на воздухе. Которая на воздухе будет засыхать. Ну, а дальше уже выйдут всякие разные украшения. Решил вам три этапа показать. То есть первый этап – это алюминиевая фольга, которую я обматываю с помощью, а приклеиваю с помощью клеящего пистолета. Потом идет клеящая лента, такая, знаете, для маляров скотч. Ну и потом вот начинается обклеивание уже глины. Ну, так как у меня она кончилась, больше нет у меня. У меня осталось только белое. Белое мне жалко, но придется за неимением, скажем так. Ну вот. Таким образом у вас получится объемная рыбина. Окей. Вот прямо сейчас всплыл в жару. Надо это прибавить. Выглядит, конечно, очень неказисто. Но вы себе представить не можете, как это будет выглядеть в конечном итоге. Обещаю, покажу. Ну, рыбина получилась прямо-таки огромная. Сейчас мы возьмем еще рельефную пасту. Немножко ее под шаманю. Ну, это с помощью... Да, елки, что ж такое-то. Собака, ты прибежал, думаешь, что-то вкусное, да, в ванночке? А нет, там ничего вкусного нет. Вот. 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 Горосодория, получается. Одиноких. Дальше. Похоже. Тут напишу. Одиноких. Ух. Вот. Дальше. заделаем теперь уже мелкие щели остались ну и потом начнем уже хорошую такую зоочистку делать гладенькую и краску и навешивание различных деталей как там плавники всякие разные глазики и так далее более интересное уже будет предстоит но пока я тут без вас справлюсь окей вот такая рыбища получилось думаю что вряд ли мне хватит полимерной глины чтобы это все покрыть и сделать украшение плавники и так далее поэтому скорее всего придется еще заказать ничего страшного через день через день она обычно приходит ладно так и сделаем в итоге наш рыб будет вот так смотреться я не утерпел еще до того как отшлифовать это не шлифованная поставил сюда чтобы сравнить какие будут габариты габариты побольше чем черепаха но это вот габариты с этого с носорога походящего рыбы с носорога не так она должна была быть а дальше у меня еще планов целой громаде но пока не скажу ну вот пришла пора почти на чистовую зачистить нашу тушку перестарался маленько трещина образовалась ну ничего это очень легко устранить более совсем не критично здесь по верху пойдет слой полимерной глины посему это не важно получим нужную нам тушку повозиться пришлось конечно необычно большая привычная для моего творчества посему это самый крупный предмет постараемся его сделать и самым красивым самым богатым на всяческие узорчики плавнички и так далее главное в этот момент не залениться ну а люди с вами что терпеливые иначе бы не занимались таким творчеством но не для торопыт это понятно теперь оставим это на на ночь высыхать и потом с божьей помощью начнем уже изготавливать вы видите некоторые вмятинки остались но я говорю что это не вообще никак не критично потому что украшено будет все что только можно ну все ну ну ну